Итак, продолжаем массаж ног спереди, сет номер два. Вот мы размяли, все растерли, мякость, прям уже нога такая мягкая, это уже чувствуется. Переходим к более таким, так скажем, мануальным практикам. Разворачиваем ногу так, чтобы она прямой была и хватаемся за чашечку вот пятерней, так что получилось как бы домик или пятиконечная звезда. Таким образом мы конкретно попадаем под акупунктурные точки. Вот их прожали, растрясли. Если нога достаточно жесткая, но бывает прям чашечка въела или подушечек не хватает, можно подложить свою руку кулачком, чтобы она расслабилась. Растрясли в эту сторону, растрясли такой же пятерней, и звездой в другую сторону. Потом поднимаем домику вертикально. Естественно стараемся загнуть пятку на него и еще лучше стопу. Можно это делать вот так. Для того, чтобы нагнулась, вернее, чтобы полностью ее растянуть. Тут лучше упор с той стороны. Если все-таки видим, что сопротивляется человек тяжело ему, можно положить через тряпочку или полотенечко к себе на плечо. Это особенно хорошо в массажах. Положили на плечо. И вот мы имеем возможность хорошо обрабатывать эту поверхность. Обрабатываем ладонями, растягивая ее. Очень хороший инфодренаж получается. Спускаемся сверху вниз. Вот такое движение мы делали с икрой. Сейчас делаем с бедром. Можно двумя руками сразу добавить. Для женщин очень полезно. И это, на самом деле, я вам скажу по секрету, мощнейшая техника лимфодренажа. Мощное выжимание. Разовили. С трех сторон, считай, самотеком еще найдет получается. Да-да-да-да-да-да. И мы помогаем ей. После этого разгрузили колено. Покрутили вовсе стороны. Повращали. Почувствую, что она расслабилась. И надели его, как бы, на свою руку и делаем вращательные замахи. В одну сторону. И на него, в эту сторону. А если нужно нам править бедро, то можно... Не нужно. Не направили. То можно и дернуть ногу. И достаточно резко держится. Да. Тоже хрустит, да? Да. Хрустит, да? Хрустит, да? Во-первых, может бедро. Во-вторых, гребень воздушных костей, где соединяется с крестцом. Вот именно с этой стороны, слева. Слева иногда, да? Слева, там может быть разблокировка идти. У тебя не было, да? У него товарища. Он у него все мучается вот здесь. Ну, вот эти мышцы, да. Сейчас мы еще будем проходить сегодня, кстати. Если не дохрустнули, да, не додернули, можно хрустнуть еще вот так. Здесь эта рука двигается в ту сторону, а эта рука ногу выбивает на себя. Вот так вот. Далее выпрямляем ногу и резко ее подбиваем, чтобы она расслабилась и пошла на излом. Вот тут идет мобилизация стопы. Потом заворачиваем стопу на него, на живот. И чашечку раскручиваем. Тоже можно услышать хруст в чашечке. Потом выпрямляем ногу и, как мы пытаемся посадить человека в позу лотоса. Может сделать так, может схватать силу рук. Вот это добавить, потому что другой колено надо держать, чтобы он не выпрямился. Следующий момент. Загибаем ногу теперь на противоположную часть брюшины к противоположным ребрам. И у нас открывается основание вертела бедренной кости, которое можно вот так вокруг него аккуратненько проработать. и кулаком, и всем предплечием. То, что мы, например, не доработали с той стороны, когда человек лежал спиной вверх. Тут это лучше получается с этой стороны, потому что дополнительно идет растяжение этих мышц. Теперь кладем ногу под углом, ну примерно 120 градусов в колене. Эту руку упираемся в бедренную кость, не в колено, а в бедренную кость. И растягиваем его вот туда, по загонали. А противоположной рукой находим гребень по зажиму кости и упираемся в него между подушечками ладоней. Таким большим, да, чтобы мягко было нажатие. Иначе оно достаточно болезненно. И получается у нас вот такое вот скручивание идет. Очень хорошо при этом тянется тыльная сторона бедра. Где вот бицепс бедра, под рицепс там, да, чувствуешь? Да. Тянется. Далее к мануальным приемам относится, когда мы кладем, ногу вот таким углом. Если получится у некоторых людей, можно положить ногу на ногу, ну вот у него не нравилось в чашки. И идет разблокировка крестцово-подвздошного сочленения. Упираемся в противоположный гребень по зажиму кости мобилизации. Вот. Опять же старайтесь здесь держать мягко, мягким местом. Иначе у человека там бывают лимфоузлы, живот наплывают, да, там какие-то нервные окончания. Поэтому ставите здесь мягко или через какую-нибудь подушечку вот сюда давить. Далее мы загибаем ногу все-таки вот так, но более прямым, чем до этого было, да. И по принципу эргономики начинаем ее массировать. Вот. Вот.